Микс Ньюс. Сегодня в нашей студии профессор Латвийской Академии Художеств, бывший ректор Алексей Наумов. Здравствуйте. Здравствуйте. Также студенты Латвийской Академии Художеств, это второкурсница Милана Фелиция Семёнова. Здравствуйте. Здравствуйте. И также выпускник Академии Виталий Кондрашчук. Здравствуйте. Доброе утро. Я понимаю, что сейчас, во времена коронавируса, приходится придумывать, ну, в общем-то, это требует изобретательность некоторой. Иногда говорят, что даже вот необходимость какая-то жесткая обстоятельств вынуждает вот художников что-то менять. Вот тот же самый Микеланджело, скульптура Давида, которую многие считали там бракованной глыбой мрамора, вот он подсказал какие-то формы, то есть вот то, что является преодолением препятствия. Я понимаю, что коронавирус также вносит коррективы, и ведь сегодня, как раз в эту среду, 26 августа, можно будет принять участие в таком очень необычном мероприятии, которое всегда было закрытым, но сейчас, благодаря онлайн-трансляции, в нём, ну, не то чтобы он может поучаствовать, но его может посмотреть практически каждый желающий. Может быть, мы начнём вот с этой темы. Кто расскажет об этом событии? Именно о событии? Ну, да, у нас в этом году будет показ мод, мы, к счастью, да, можно будет посмотреть в онлайне, что мне кажется очень-очень классным, потому что вот каждый год можно заранее купить билет, как бы, и смотреть там, но, к сожалению, никто никогда, как бы, не снимал в онлайне, и мне кажется, сейчас-то такое очень-очень классная возможность в этом году посмотреть в онлайне. Это показ мод, в котором принимают участие, как раз-таки, я понимаю, выпускники и учащиеся, да, Латвийской академии? Да, так и есть. С профессиональными моделями? Ну, есть и профессиональные, и просто вот можно найти кого-нибудь, может быть, кто очень понравился, и вот взять к себе, вот так вот. Кто руководил, вот, я не знаю, хореографией, сценографией этого показа, то есть насколько всё это, ну, на таком серьёзном уровне? Ну, вот, получается, хореографией вот занимается Ольга Граблевская, правильно? Да, правильно, правильная фамилия, вот. И, ну да, и хочется сказать ей отдельное спасибо, потому что она вот этим вот всем занимается, и мне кажется, это довольно-таки тоже сложная работа, на самом деле, контролировать многими людьми, там, моделями, вот. Этот проект, 20 студентов-дизайнеров, для них это, я понимаю, будет какая-то, ну, не просто участие в этом конкурсе, но это будет засчитываться как работа целого года, насколько я понимаю. Ну, я думаю, что это нет, но главное здесь то, что это 20 студентов, и которые окончили выборный, это тоже конкурс, то есть это тоже честь. И, ну, насчет, как говорится, онлайна и всего, я думаю, это очень тоже позитивно, ну, как вы упомянули Микеланджело, но здесь можно такое маленькое сравнение, он говорил мрамор, у тебя кусок мрамора, нужно лишнее немножко снять, и тогда останется то, что останется, но останется искусство и скульптура. Здесь, в данном случае, при том, что все ситуации, вирусы и все остальное, здесь это сыграло, даже сказать, может, на плюс и на пользу, но, естественно, это сложнее, это, естественно, это, когда зрителей нету, это всегда труднее, допустим, или концерт, или здесь показ мод, но больше людей, которые захотят, могут увидеть. Виртуальная, я понимаю, платформа для этого показа, как вообще это будет происходить, то есть нужно ли будет специально регистрироваться, или это может любой просто человек зайти? Там, по-моему, это свободный вход, и там любой может зайти и посмотреть, с какого места до какого. Да. Значит, можно включить. Ну, я заходил уже вот вчера, там еще пока ничего нет, просто есть вот, да, Ну, это как в зумах, там, допустим, ты ждешь, пока... Не начнется. Ну, да, прямая трансляция. И тогда в прямом эфире вы можете увидеть то, все, что происходит. Насколько вообще вот мир виртуального входит в искусство, и насколько вот эти какие-то новые возможности расширяют границы возможностей художника? Ну, я бы сказал, это такая все-таки узкая, такая, особенно для, может быть, визуального. Но здесь дизайн и мода, и искусство объединяются, здесь это в данном случае помогает. Но, естественно, всегда приятно, когда есть и зритель, это можно, я думаю, даже объединить. В следующий раз, когда, может быть, трансляция онлайн, и также, естественно, это, чтобы люди видели, и видно было реакции людей, глаза, эмоции, это всегда очень-очень помогает даже художникам, и визуально это интересно. То есть, получается, что в будущем будет возможность, скажем, у зрителей тоже, ну, как, чтобы видели, в свою очередь, и зрителей. Ну, это моя идея, что это очень хорошо было бы объединить. Всегда возникает вопрос, кто это будет носить, особенно, когда появляются какие-то очень экстравагантные наряды, и всегда, ну, вот люди взмахивают руками и говорят, боже мой, ну, вот до чего уже, ну, просто это какое-то извращение, ну, в этом же нельзя никуда выйти, это какие-то раздутые штаны, или там какие-то разорванные одеяния, которые, ну, вот это мы понимаем, что это какие-то видения художника, но это абсолютно неприменимо, скажем, ну, вот в обычных бытовых условиях. Будут ли в этот раз, ну, какие-то представленные модели, которые можно, в которых можно выйти, условно говоря, в свет? Ну, это типа, можно носить, да? Да. Ну, есть же два такие, это вот кутюр и предапортрет. Ну, я думаю, что здесь не надо бояться, это все в голове, это никакое там что-то ужасного нету, ну, как один из известных моделеров утром встал, ему, по-моему, ни кофе, ничего не было, и он порезал себе джинсы на коленях, но казалось, это невозможно. Сейчас и вообще еще раньше, это как раз, чем больше полосок, тем интереснее. Ну, это такой пример. Я думаю, здесь это так же, как, может быть, в других местах, где занимается мода, и мода, как говорится, такой интересной медиа, здесь тенденции могут появляться, которые в мире, которые, может, совсем новые, может, еще нигде не было. То есть, это возможность направить моду в такое русло, которое немножко другое, ну, более какое-то, не знаю, современное или такое. Ну, бояться не надо, это все в голове, ну, так что… И, в принципе, не надо забывать, что мы Академия художеств, и основная цель – донести свою идею. И даже идея, если очень такая сумасшедшая, это тоже хорошо. А было ли какое-то сотрудничество, не знаю, с уже известными дизайнерами моды, ну, вот, общаются ли студенты, заимствуют ли какие-то, обмениваются идеями, или это вот их, ну, как бы, собственное видение? Ну, студенты просто отвечают. Ну, в составе обучающего персонала у нас есть известные в Латвии дизайнеры, поэтому, в принципе, мы в курсе тенденций, смотрим на рынок. То есть, у нас есть и творческая сторона, а также мы ориентируемся и на… Вот коммерческая сторона, кому-то очень понравился, ну, наоборот, вот наряд. Можно ли будет его приобрести, например, или это исключено? В принципе, в сентябре у нас планируется поп-ап-шоп и шоурум в галерее-центр. И ждём всех. Каждый дизайнер будет в определённый день. Стоит следить за информацией на нашей странице ЛМАЛВА. И да, можно будет пообщаться с нами, посмотреть на вещи и, возможно, что-то купить. То есть, а это будут вещи, скажем, в единичном экземпляре, или это можно будет купить, ну, я не знаю, реплики, условно говоря, того, что было показано? Скорее всего, смотря у кого как, потому что, ну, есть всё-таки такие вещи, например, ну, вот в моём случае у меня такая коллекция, которая, ну, в повседневной жизни, ну, нельзя будет надеть. Но я уже, как бы, мне люди говорили, что вот, у тебя такие классные штаны, а можно будет потом купить. А я, как бы, даже не рассчитывала на это. То есть, мне казалось, ну, как? Ну, как бы, я уже с такой мыслью это делала, что, как бы, я это делаю вот ради показа мод, как бы, и если кто-то захочет это вот купить, то, может быть, только вот театр, ну, вот такой для какого-нибудь представления или, может быть, для какого-нибудь там видеоклипа, ну, как-то так. А вот для повседневной жизни, ну, для меня это уже как-то казалось вау. Ну, так что, ну, это да, это смотря у кого как, потому что есть такие, которые шьют всё-таки, допустим, какие-нибудь, ну, что-то такое повседневное, и если им, допустим, спросят, вот, а можете, ну, мне, пожалуйста, шить, может быть, две такие, ну, может быть, кто-то согласится. а кто-то, может быть, и нет. Кто-то скажет, нет, это вот такой единственный экземпляр, и всё. И, в принципе, говоря о повседневной одежде, не стоит забывать, что мы студенты. И эти четыре года в Академии – это наш единственный шанс полностью показать идеи, которые у нас в голове. Потому что после окончания мы всё равно будем думать о рынке, делать повседневные вещи, которые кто-то будет носить и покупать. Но можно ли сказать, что всё-таки востребованы художники по костюмам именно для театра, для киноиндустрии, для, может быть, всё-таки для съёмок клипов в этой сфере? Есть потребность в таких художниках? Ну, я, честно говоря, так особо не интересовалась. Хотя у нас в первом курсе была экскурсия в опере. Для меня это был первый раз. И я смотрела, там разные-разные костюмы были. Это, на самом деле, очень-очень сложная работа. На тот момент, да, я вообще этим не интересовалась. Мне казалось, это неинтересно, честно говоря. Но потом год прошёл, и сейчас я сама чуть ли не этим занимаюсь. То есть я создала, можно сказать, такие костюмы. Есть такие огромные. И я поняла, что это очень-очень тяжело. И мне кажется, что, ну, всё-таки это, наверное, востребованная работа. Ну, не знаю, как тут, но так, да, мне кажется. Ну, я думаю, я согласен, потому что и кино, или театр, или что-то связанное с такими спектаклями – это всегда востребовано. И после окончания молодые таланты, в принципе, востребованные у них, они всегда найдут своё место, свою нишу. А театр и кино – это, конечно, такая даже отдельная. Это даже можно специальный курс или специальное, ну, не знаю, чуть ли не отделение в других местах, школах. Есть даже такие отдельные, допустим, в Лондоне, есть в Имблтоне. Там они занимаются модой и отдельное отделение – театр, кино. То есть это очень важно. Ну, и, конечно, костюмы, да, тоже театральные – это тоже очень серьёзно. Возвращаясь вот к имени Микеланджело, опять-таки, он не только художник-творец, но он разбирался в мраморе, он прекрасно понимал вот карарский мрамор, там, как все эти сорта. Вот что касается вас, когда вы работаете, то есть художник, принято считать, ну, витает как будто бы в облаках, но здесь ведь требуется понимание различной ткани, структуры ткани. Вот как сочетается, вот, может быть, такая приземлённая, ну, вот, информация чисто технического порядка и художественные какие-то замыслы? Очень хороший вопрос. Мне кажется, это сугубо лично и отличается от человека. Если говорить о моём случае, то изначально у меня есть идея, я вижу образ, и потом я ищу технические возможности его выплатить. То есть, приходится изучать конструкцию, думать, какая ткань будет лучше, именно создавать нужный эффект. Да, вот, скорее всего. Ну, у меня тоже как-то вот сначала, ну, мне кажется, вот в академии, на самом деле, очень многие так делают. Сначала вот идея, вот прям всё и так вот, так вот, да, вот невозможная прям, а вот потом мы уже думаем, как это всё вот сделать, и, ну, как бы выбираем подходящие ткани и технику, и, да, вот именно конструкции, и, ну, вот так вот. Но мне кажется, это самое правильное, наверное, всё-таки, потому что, ну, как бы, всё-таки надо сначала думать, вот что у тебя внутри творится, да, что ты хочешь, как бы, создать, а потом уже как это сделать, потому что, ну, тогда уже разные идеи в голову приходят, и это, мне кажется, вот самое правильное. Ваше, вот каким вы видите, действительно, ваше будущее, то есть всё-таки получается, как вы сказали, более приземлённо, ну, то есть нужно будет уметь продавать свои произведения, чтобы они были практичными. И опять-таки, вот учат ли в академии вот этой практичности, то есть ведь это немножко, ну, с 19 века, по-моему, уже было разделение на, условно говоря, арт-дилеров и художников, то есть тех, кто продаёт искусство и тех, кто его создаёт. Должен ли художник уметь сам себя презентовать, продавать? Я думаю, что да. Я тоже, да, согласен, потому что академию окончив, ты можешь не только участвовать у кого-то, ты можешь сделать свой бренд и фирму, и это очень важно, это очень положительно и хорошо. Есть и курсы по менеджменту, и всё это, всё проходится. И, может быть, даже интереснее, что для молодого таланта, чтобы у него свой бренд появился. Конечно, это конкуренция и всё это естественно, но это и дать работу, может быть, другим тоже. Вот как у Пушкина, не продаётся вдохновение, но можно по рукопись продать. Да, получается? Это интересно, да. Ну, интересно, я сказал насчёт того, как там конструировать и делать. Естественно, это идея. Ну, допустим, мне иногда говорят, что вот как вы там создаёте, как вот пишете пейзажи. Иногда я не знаю, что будет, что происходит и что получится. Может, ничего не получится. Ну, тогда приезжаю на место, и потом этот процесс сам по себе уже идёт. То есть ты даже не можешь его остановить, и нужно окончить и делать. Потом, оказывается, может, что-то и будет. В этом году, вот уже 20 августа Латвийская Академия исполнился 101 год. И вот как по-вашему, это вот я уже адресую, может быть, действительно, Алексею Наумову, профессор Латвийской Академии художества, бывшему ректору, вопрос, как по-вашему вот за эти 100 лет менялось положение художника и вот на то, что кого должна выпускать Академия? Потому что мы понимаем, что функции вот художника 100 лет назад, может быть, были более, ну, очень сильно отличались от нынешних. Вот что меняется, что нового появляется, кого выпускает Академия? Ну, во-первых, сейчас Академия, она ещё и была раньше, и сейчас она интернациональная, то есть большое количество. Эразмус, школ, с которым идёт обмен ещё, когда раньше тоже мы, ну, где-то около больше ста. Я хочу сказать, что такого, ну, если берём 100 лет, ну, это такая притча, что художник должен голодать, это уже не работает и давно. Но нужен успех, нужен тоже такое, как говорится, поймать птицу успеха и делать. И чтобы твоей работой нравились художникам, нужно, чтобы были положительные эмоции, чтобы кому-то это нравилось. Сейчас немножко может по-другому даже, что есть социальные сети, можно даже начинать с таких вещей, что там круг друзей и знакомых, которые могут и покупать, и заказывать. И это может разойтись очень-очень широко. То есть это, ну, и вперёд тогда, молодые таланты, это всегда. Ну, главное, это что, в голове идея, я хочу это, это, и нужно реализовать, нужно сделать. То есть получается, что сейчас социальные сети, они помогают реализации, ну, вот уже своих произведений на рынке, и особенно вот во времена, мне кажется, вот, ковида, коронавируса, когда были закрыты, ну, для посещения галереи, музеи. Я знаю, что некоторые, вот, арт-дилеры, они продавали искусство онлайн, то есть выставляли, ну, у них появлялись виртуальные такие галереи, где они выставляли произведения, ну, и вот пытались так их... Ну, я думаю, это ещё и было до этого. Ну, сейчас это больше только одно можно было делать, такой способ. Я думаю, это очень положительно, но не надо забывать, что присутствие всегда тоже хорошо, и, допустим, эти показы и моды, что были, которые сейчас были приостановлены, это даёт очень-очень много такое присутствие и зрителей, и самого автора, и модели, и вся эта сценография, это очень важно. Я ещё помню, одно было, тоже из сценографии, когда ещё был Айгор Бикши, он был в бассейне. Там, конечно, было так, что, ну, эти мостики ещё немножко шатались тоже, плавали, там кто-то плавал, пловцы, которые, если кто-то упадёт, сразу вытащат, там такие девочки сильные. Ну, и так, и потом ещё в темноте, когда там ещё я выходил, то есть надо было попасть на этот мостик, он был, правда, широкий, но ничего. Ну, моду это, это, как говорится, отделение моды было сформировано на основе текстиля, Рита Эглитая, и потом это развилось, потом был, как и сказала, Игорь Бикши, теперь Мара Бинта, которая продолжает очень успешно тоже. То есть главное, как вот коллега сказал, что студенты не должны бояться каких-то вещей, что это можно и нельзя, сейчас нету таких критериев в искусстве, сейчас вот сделал один раз что-то, чего-то, попал, ну и тоже хорошо, и с этого можно начинать. А так это, я думаю, что это, чем идеи более такие крэзи, тем даже может быть интереснее, потому что у них сейчас нету такого, кто может сказать, вот делай так, делай так. Это широкий мир, как говорится, свободная страна, делай, что хочешь, но профессионально, я имею в виду это. То есть это очень важная такая, чтобы была идея. Я хочу подчеркнуть еще насчет социальных сетей, что, ну, к сожалению или к счастью, все-таки сейчас, мне кажется, без этого вообще никак. То есть это самый такой лучший способ, на самом деле, вот в данный момент себя презентировать, ну или свои вот работы. Потому что, ну, так и есть сейчас и в телефонах, и в компьютерах, и вот как бы, ну, так оно и есть. И снова же про идею и критику, что одежда неносибельна. Получается, что когда у тебя внутри есть эта идея, ты ставишь себе рамки и пытаешься думать в рамках носить, чтобы эта одежда была носибельна, и выполняешь это, ставив себе рамки, ты себя ограничиваешь, потом эта идея тебя мучает. На самом деле, когда ты даешь себе волю и полностью отпускаешь, и реализовываешь, как его хотел, тебя эта идея, наконец-то, отпускает, и самому автору становится легче. А вот в этих социальными сетями приходится самим учиться? Потому что, я понимаю, есть же целые курсы, которые обучают, как раскрутить свою страничку. Там столько хитростей, чтобы она стала посещаемой, чтобы на неё ссылались. То есть, вот где обучиться художнику вот этой стороне? Это на самом деле очень хороший вопрос, потому что я сама тоже начала об этом интересоваться. Мне казалось, что это на самом деле не так уж и важно, но всё-таки это важно. То есть, ну вот где научиться, я не сказать, что не знаю, потому что я видела, что есть люди, которые на самом деле предлагают такую услугу за, конечно, деньги. Но это уже каждый сам решает, вот стоит за это ли платить или всё-таки самому попробовать. Потому что, ну, мне всё-таки кажется, что вот если есть идея, если есть какая-то визия, вот как и что, тогда можно и самому, мне кажется. Ну вот, главное, вот это очень часто делать и воспринимать это всё-таки как, ну, уже чуть ли не работа. Ну вот так вот. Какая из социальных сетей, кстати, более близка художникам? Инстаграм, Фейсбук, может быть, сейчас ТикТок, Твиттер? Скорее всего, Инстаграм. Инстаграм, да. Вот ТикТок, конечно, сейчас очень популярен, мне кажется, но там, ну, если вот для художника, ну, всё-таки, наверное, Инстаграм. Потому что, ну, можно там и фотографии выставить, и истории, и как бы так. Так. Ну, я полностью согласен, Инстаграм больше, может быть, даёт. Насчёт покупать, как это делать, я думаю, что сами художники, молодые авторы, они более такие творческий, может быть, подход, что это, может быть, и не надо. Потому что не всегда ты можешь купить, и это такая специфическая область, которая не просто продавать, там, допустим, какой-то продукт, что можно купить, и мы где-то в другом месте, а здесь они будут уникальные, то есть это иногда даже, может, в одном экземпляре. Иногда некоторые покупают, а если ещё нет, вот тогда это мне заверните. Ещё я заметила, что людям очень-очень интересует как бы сам процесс, то есть вот что происходит, да, как бы, и где вот, что сам дизайнер делает помимо этого всего. То есть поэтому, допустим, выставлять всякие истории, ну, вот в Инстаграме, допустим, вот, что каждый там, чем он занимается, это на самом деле людей очень интересует. Заглянуть в мастерскую, да? Да, ну, так и есть, да. А то, ну, мне лично тоже это на самом деле очень интересует, потому что я тогда знаю, вот какой человек, вот что у него происходит, вот насколько он творческий человек, может быть, вот так вот. Источники вдохновения. Вот, чем вдохновляются художники? Я имею в виду, вот, ну, не обязательно вот, ну, как-то напрямую там у кого-то что-то подсмотреть или в музей, а вот какой-то момент вот этого творчества, это могут быть прогулки на свежем воздухе, музыка, или что вот такое подбрасывает вот это по линии в топку творчества? Мне кажется, это снова очень индивидуально, и главное как раз найти свой особый источник вдохновения. Вот, говоря мне, кто-то может вдохновиться, пребывая на поле в ромашках и создать красивую коллекцию. Мне нужен конфликт. Когда я вижу какой-то конфликт, я хочу его решать, тогда стараюсь воплотить это в коллекцию. Для меня это вот всё-таки, наверное, что-то, ну, лично для меня, да, это что-то такое тоже провокационное, скорее всего, но в основном я вдохновляюсь, вот, что происходит, да, вот, ну, на данный момент. То есть, может быть, как вот в этом году я выбрала такую интересную тему, называется, ну, на русском переводится как «Близнецовое пламя», и мне вот эта тема сейчас вот очень-очень интересна, и вот, да, как бы такая философия, можно сказать. Ну, и у каждого это действительно по-своему. Кто-то, может быть, просто посмотрел на какую-нибудь картину и решил, да, вот, вот сейчас я что-нибудь из этого создам. Как-то так. Вот у меня опять вопрос, может быть, к Алексею Наумову. Насколько выпускники Академии востребованы за рубежом, и вообще вот, ну, вот есть ли какая-то такая, условно говоря, проблема замкнутости, ну, то есть, невозможность, ну, то есть, мы варимся в собственном соку, или мы открыты всему миру? Может ли латвийский художник прогреметь на весь мир с выставками, я не знаю, там, где-то в Нью-Йорке, там, в Париже? То есть, вот такие истории возможны? Я думаю, они сейчас и есть, это и происходит, поскольку это, ну, такая, ну, в этом случае такая глобализация, мне это слово не очень нравится, ну, и в живописи, в моде это да, потому что, я как сказал, обмен существует, молодые люди, ну, сейчас, ладно, такой перерыв немножко, надеюсь, что он кончится, и эти все тенденции, они без такого, как вы сказали, ограничения, то есть, это идет, это, об этом все знают, знают молодые люди, которые уже профессионалы, следят за этим, и, естественно, посещают, допустим, или эти выставки, какие-то фьеры, арт-фейер, это сейчас, это не секрет, и молодые дизайнеры, которые получали премии в Гонконге, что я еще помню, получила одна, автор, который премия, там была огромная конкуренция, первое место, и еще в других местах, в Польше, в Германии, в Англии, ну, то есть, это, ну, автор, который уже, как говорится, почувствовал, что это можно, и что-то что-то другое, да, и тогда он будет тоже востребован. То есть, получается, что сейчас, вот, границ нет, и можно себя проявлять. Без проблем. Вы упомянули этот перерыв, возникший, вот, как проходило все-таки обучение студентов во время этого перерыва, и насколько сейчас учебный процесс, ну, вот, готов ли он ко второй, например, волне коронавируса, то есть, какие план А и план Б? Ну, я думаю, лучше думать позитивно, поскольку, как я понял, будет уже не онлайн, а будет, как говорится, 31 августа уже реально. Обучение, я думаю, может быть, немножко потеряли, которое такое визуальное искусство, там, допустим, ну, графика, живопись, потому что есть тоже это практики летние, то есть, там трудно онлайн это сделать, ну, так. А, ну, в моде, я думаю, это, ну, спросите у студентов нам, да, это была такая хорошая практика, и ее можно частично использовать. Ну, я думаю, безусловно, на самом деле, в этом году это все-таки, ну, не обошлось без трудностей, ну, вот, лично для меня, потому что я, допустим, я сейчас, ну, только вот закончила второй курс, и, как бы, когда начался вирус, мне пришлось вернуться в свой родной город, в Лепою, а, к сожалению, там у меня, конечно же, нету ни своей студии, даже вот швейной машинки нету, но хочу сказать большое спасибо Лепойской художественной школе, потому что именно вот они мне помогли, вот так сказать, закончить свою коллекцию. И, как бы, я даже представить не могу, как другие справились, вот, если у них такая же ситуация, как у меня, допустим, вот, нету ни студии, как бы, нету швейной машинки, вот, надо вернуться в свой родной город, а что там, а что теперь, как бы, но все-таки, мне кажется, все очень-очень хорошо справились, и, да, я очень рада за всех. Ну, это уникально то, что молодые, говорится, таланты еще и показывают сейчас онлайн, то есть это коллекции, это серьезные коллекции, где сейчас появляется еще, я думаю, больше цвет, такие, может, как вы сказали, абсурды, которые нельзя одевать, это только радует, потому что там эти новые тенденции появляются, и также для ношения пригодной одежды тоже есть в коллекции. Ну, цвет мне, из того, что сейчас увидел я до того, это такой вмажный элемент, и вот мы с вами говорили, вы сказали, что раньше цвет не интересовал так, а сейчас что-то уже появляется. Можно ли, вот я просто очень люблю кино, провести такую аналогию, что как в Голливуде есть, ну, вот есть артхаусное кино, которое экспериментирует, которое ищет какие-то новые формы, его, может быть, смотрят так в основном на фестивалях, но если идея выстрелила, его тут же берет на вооружение, ну, вот, скажем, такая машинерия уже голливудская, то есть вот, если мы говорим к кутюре и про это порте, то есть аналогия уместна? Я думаю, что да, да, то есть вы правильно, на своем деле даже отвечать не надо, вы правильно что-то такое странное и такое, потом большое или что-то это берет, и уже это как, можно сказать, свое и новое, да, а это вот, как взяли, артхаус, это вроде бы, но без этого нельзя, без этого, без идей, из таких новых идей, это невозможно, ну, то есть это все, финал будет. А вот если мы говорим о художниках, которые работают, создавая, ну, например, для компьютерных игр или для отраслей, которые требуют какого-то креативного решения, вот новых каких-то виртуальных образов, которые будут использоваться вот именно в виртуальном мире, Академия готовит такого рода специалистов? Да, есть, это есть КАС, это тоже, который именно занимается, и визуальная коммуникация. Там это небольшой, отдельного такого нет, но есть люди, которые этим интересуются, и тогда это фактически есть такой, как бы, ну, экспериментальная студия, которая это не еще коммерчески, но такие идеи и все, то есть такие маленькие наметки обязательно есть. На Вагнера-3 новое помещение открылось, вот насколько это тоже, ну, возможности выставляться, насколько это возможности показывать работы для... Ну, сейчас из-за вируса, как я понял, там, допустим, и зал, и все, то есть там будет и обучение, то есть выставок не будет, но это хорошо, что еще... Чем больше галереи, тем лучше. А скажите, насколько вот эти возможности для современных студентов ездить сейчас, например, ну, куда-то на практику, за границу, опять-таки, вот этот COVID ограничивает сейчас эти возможности? Абсолютно, да. Сейчас просто нет, сейчас этих возможностей нет, а так до этого было, есть обучение, где можно на три месяца, на полгода, или там на год, и есть также практика, если находит студент возможность, допустим, вот моды быть на практике, то есть это оплачивается, и все это. Но это очень важно, допустим, это Erasmus Plus, это важно, это нужно, чтобы... Каждый может за время учебы можно съездить в одну из школ, которые есть договора, и, ну, почувствовать, и привести свое, то, что ты знаешь, может быть, во-первых, в некоторых местах, может быть, даже Латвию могут не знать. Ну, и получается такой обмен, обмен идеями, обмен такой свободной... Да, и на уровне студентов, но и на уровне бакалавра, и на уровне магистра, и потом доктора антура, то есть можно три раза съездить. Где границы современного искусства? Что делает, ну, я не знаю, фонтан Дюшана, обычный писсуар произведением искусства? Многих это пугает, многие считают это шарлатанством, что искусствоведы пытаются внушить на публике, что это якобы что-то ценное, на самом деле это просто профанация. Ну, вы уже так же почти ответили, но Дюшан, когда он выставил писсуар, там написал, что это фонтан, конечно, все пришли, все смотрели, все ужасались, он сказал, говорит, а чем отличается ваш фонтан от того, что продается напротив? Он говорит, ну как, это произведение искусства, а то грубая подделка. То есть это уже как бы не только идея, но он еще идею, как говорится, определил, как это можно преподносить. Значит, дискуссия, я думаю, это идет параллельно, начиная с 20 века, допустим, по искусству, там и Матисс, и Дюфи, и Шагал. И Шагал – это нормальное такое явление. Здесь то же самое, что новые идеи всегда, может быть, с трудом воспринимаются. Может быть, студенты что-то. Ну вот, условно говоря, Ив Кляйн, который монохромы, вот… Это синие. Да, синие. Вот, и просто, условно говоря, обычный человек, который закрашивает валиком, почему вот Ива Кляйна стоит там десятки, сотни тысяч картины, а если это сделает обычный человек, это будет считаться, ну вот, какой-то ерундой. Ну, он был первый. Он первый сделал, первый застолбил, и теперь вот это стоит. Все. То есть движение, все, он нашел это. Ну, это и будет, вот как Дюшан или Клейн. Ну, Клейн – это цвет, это… Там же было перформансы, где обнаженные девочки там… Да, они… На холстах и все. Они обмазывались краской. Ну, тоже как перформанс, это тоже процесс, это тоже искусство. То есть важно быть первым. Ну, здесь получается, да. Хотя в области, лишь только чтобы, может быть, ну, чтобы заметили тоже. И лично мне кажется, что важен также путь. Нужно иметь процесс, определенную смелость, когда ты решаешь, что ты можешь это… И тогда ты первый, ты это показываешь. Ну что же, на самом деле, у нас завершилось время нашей сегодняшней программы, но хочу напомнить, что сегодня вот 26 августа в 19 часов на платформе virtuallma.lv вы можете поучаствовать в студенческом показе МОД Латвийской Академии Художества. А сегодня в нашей студии были профессор Латвийской Академии Художества, бывший ректор Академии Алексей Наумов, студенты Милана Фелиция Семенова и выпускник Академии Виталий Кондрашчук. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.